В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать. В программе поддержки местных инициатив произошли изменения. Об итогах и планах на будущее. В молодежном центре прошла отчетно выбранная конференция ветеранской организации. Армейский городок. Союз детских организаций «Сияющие звезды» побывал на празднике в Саровской дивизии. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году наш город представит 8 заявок для участия в программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость их реализации более 20 миллионов рублей. Проголосовать за один из проектов можно на портале вамрешать.рф. Количество голосов, отданных за каждую инициативу, будут учитывать при окончательном утверждении заявок. Подробности далее. Каждый год жители нашего города активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. На собрании собственников решают, что необходимо сделать в их дворе, собирают подписи, оформляют необходимый комплект документов. Часто за помощью они обращаются к специалистам Департамента городского хозяйства или к депутату по округу. Чаще всего по программе поддержки местных инициатив горожане хотят в своем дворе отремонтировать тротуары, расширить проезды или сделать новые детские игровые комплексы. А вот жители округа Александра Михайловича Тихонова при его поддержке в прошлом году поставили в своем дворе новое освещение. И теперь вечером здесь комфортно и светло. В этом году жители округа решили обустроить детскую площадку во дворе дома на Шверник 41. Взамен старых мафов они хотят установить новый игровой комплекс с резиновым покрытием. Этот проект один из восьми, которые Саров отправил на рассмотрение. В микрорайоне 14, это улица Радищева, требуется уже насущная проблема, там ремонт тротуаров, которые идут вдоль домов. В районе улиц Гагарина, Пушкина, Чапаева нужно проводить ремонт проездов. Другие проекты – это устройство дорожек и уширение проезда во дворе на Московской 34-1 и 34-2. Ремонт проезда на Шверника 23, дороге в Тизе и пятом микрорайоне. Кроме того, жители предложили сделать спортивный игровой комплекс на участке между школой номер 5 и детским садом 29. Получат эти проекты финансирование или нет, теперь зависит не только от правильно составленной и обоснованной заявки. Население Нижегородской области может как-то свой выбор обозначить и как-то помочь своим программам. Для этого нужно на сайте «Вам решать РФ» зайти на этот сайт, пройти по ссылочке «Голосование программы местных инициатив». Там размещены все наши 8 проектов с фотографиями и можно проголосовать за один из проектов. Голосование дает дополнительные баллы. То есть, если у всех проектов по итогам работы конкурсной комиссии равное количество очков, деньги получит тот проект, который наберет больше голосов. Голосование на сайте «Вам решать.рф» будет проводиться, вернее, уже проводится с 15 февраля по 8 марта. И в конце марта мы узнаем уже окончательное решение. Все работы в рамках программы поддержки местных инициатив должны выполнить до конца этого года. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. Другим новостям. Саровская городская организация ветеранов провела отчетно-выборную конференцию. Участники подвели итоги работы за прошлый год и наметили планы на будущее. Глава города Сарова Александр Тихонов вручил благодарственное письмо Ивану Градобитову, который 12 лет возглавлял организацию. Также на конференции избрали нового представителя Совета ветеранов. Им стал Александр Леонтьев. Бывший председатель Совета ветеранов Иван Градобитов отчитался перед делегатами конференции о проделанной работе за пятилетний период и обозначил главные проблемы организации на сегодняшний день. Два основных направления, которые активно обсуждали – социально-экономическое положение ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи. Участники высказали свои предложения и претензии по взаимодействию с администрацией Саровой и городской думой. Остро стоит вопрос с помещениями для встреч ветеранов и инвалидов почти во всех микрорайонах. Я бы сказала, что это кладовка. Потому что помещение, правда, там состоит из трех отделений, но окно одно, выходит на стену, а остальные без окон. Представляете, вот помещение, собираемся мы пенсионеры, там праздник, там мы собираемся, что-то. И это помещение совершенно непроветриваемое. А инвалидам дали, инвалидам нашего микрорайона, четвертого, и первого вообще кладовки, без окон, без дверей. Переехали. Уже рады были даже и этому. Ну, нас взяли и закрыли его, и не пускают нас. Говорят, платите. Еще одной темой для обсуждения стала программа «Долголетие». Организация досуга для людей старшего возраста, которая позволит им вести активный образ жизни и бесплатно использовать возможности города для самореализации. Она направлена на улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение круга общения, спортивное и культурное развитие. В честь 75-летия для пенсионеров организуются бесплатные туры по местам боевой славы и другие. В прошлом году шесть регионов страны уже осуществили это. В этом году 61 регион. Но я думаю, что Нижний Новгород там будет. Хотелось бы, чтобы они про нас тоже вспомнили. После обсуждения вопросов делегаты конференции переизбрали актив и ревизионную комиссию Саровской городской организации ветеранов-пенсионеров войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов на ближайшие пять лет. Новым председателем Совета ветеранов стал ведущий специалист отдела по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления «РФИАЦНЕВ» Александр Леонтьев. Проект нового детского сада в 22-м микрорайоне будет готов к сентябрю. Проектировщиком станет ООО «Строй Альянс Проект из Казани». Новое здание должно быть двухэтажным, рассчитанным на 180 детей. В нем откроется 8 групп, в том числе для детей до года. Строительство садика должны завершить в 2022 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%. Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии участников Великой Отечественной войны. Также увеличатся выплаты жителям блокадного Ленинграда, россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Социальная пенсия – это минимальная пенсионная выплата. Ее получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Саров примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Мама и папа выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи госэкзамена от рамки металлодетектора до получения результатов. 27 февраля в Нижегородской области будут работать несколько десятков пунктов проведения экзаменов. Сдать его можно будет и в Сарове. В предыдущие годы родители писали ЕГЭ по русскому языку и математике. В этом году им предстоит проверить свои знания по истории. В четверг, 27 февраля, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о социальных гарантиях безработным, а также ответят на вопросы, касающиеся пособий по безработице. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по телефону 7 92 20. Библиотека имени Пушкина получила в подарок от издательства детской литературы целую серию книг для школьников и архивную фотографию, на которой изображены знаменитый писатель Борис Полевой и его герой Алексей Моресьев. В рамках акции «Международный день дарения книг» библиотекарь решили рассказать читателям удивительную историю знакомства этих людей и пригласить всех желающих посетить выставочную экспозицию «Книжные истории войны». Получать подарки любят все, и детская библиотека не исключение. Совсем недавно в ее фонд издательство детская литература передало целую серию книг для школьников и архивную фотографию, на которой изображены писатель Борис Полевой и герой его произведения «Повесть о настоящем человеке» летчик Алексей Моресьев. Фотография сделана в 1946 году на фабрике детская литература. В центре этой фотографии запечатлены писатель Борис Полевой и герой его книги, прототип его персонажа Алексей Моресьев, летчик, который совершил подвиг, который, потеряв обе ноги с протезами, вернулся не только в армию, он вернулся к полетам, в 1943 году продолжил воевать. Фотография заняла почетное место в экспозиции «Книжные истории войны». Познакомиться с ней могут все посетители Пушкинки. Здесь вы можете познакомиться с биографией самого писателя, с биографией знаменитого летчика, историей его подвига, а также историей написания книги. Также на выставке представлена информация о других летчиках, участниках Великой Отечественной войны, которые, повторяя подвиг Алексея Моресьева, после тяжелейших травм возвращались в строй и совершали настоящие подвиги. Библиотекари расскажут о героях экспозиции, и, кроме того, они предлагают организованным группам школьников посмотреть фильм по повести Бориса Полевого. Выставка будет работать до конца февраля. Для лиц старше шести лет. Во Дворце детского творчества продолжается проект «Читаем вслух». На очередной встрече, приуроченной к 23 февраля, участники подготовили стихи о войне и любви поэта Ольги Бергольц. Ее называли «Голосом блокадного Ленинграда». Все дни блокады она работала в Доме радио, почти ежедневно ведя передачи позднее вошедшей в ее книгу «Говорит Ленинград». Ольга Бергольц стала истинно народным поэтом, разделив с ленинградцами все ужасы смертного времени, вселяя в них надежду своими стихами. Впервые за три года в городском проекте «Читаем вслух» приняли участие мамы и дочери. Они прочитали стихи Ольги Бергольц. Ленинградская поэма, разговор с соседкой, пусть голосуют дети, посвящение Ленинграду и другие. Дарья и Наталья прочитали произведение Сталинграду. Готовятся к выступлению. Мама и дочка начали сразу после того, как узнали, что будут принимать участие в проекте. Уже несколько лет Дарья занимается в театральной студии. Но перед выходом на сцену все равно волновалась. Было действительно страшно выйти перед аудиторией, прочитать правильное стихотворение по релям, то есть вжиться в роли именно. Было страшно. Семье Баландина досталось стихотворение 29 января 1942-го. Оно посвящено памяти друга и мужа Ольги Бергольц Николая Молчанову. Взяв в руки произведение, мама и дочь поняли, что читать его будет сложно. Но Баландины трудности не испугались и смогли донести до слушателей все переживания поэтессы. Достаточно тяжело, конечно. Чувствуется, что у нее умер муж в стихотворении. Грустная, напряженная. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 3 марта. Папа и сыновья прочитают стихи о мамах. В Саровской 94-й дивизии Росгвардии прошел праздник «Армейский городок» для учеников 4-6 классов, входящих в союз детских организаций «Сияющие звезды». Для ребят выступил оркестр под управлением Павла Мишалкина, кинологи с овчарками и бойцы из роты специального назначения. Также гостей научили надевать противогаз, объяснили, как пользоваться рацией и собирать оружие. На протяжении многих лет пионерская городская организация «Союза сияющие звезды» совместно с Саровской дивизией проводят экскурсии для школьников. В этом году программа началась с выступления военного оркестра. На смену музыкантам пришли кинологи, которые продемонстрировали способности служебных овчарок. Собаки задерживали преступника, искали так называемые закладки и выполняли трюки. Акция «Армейский городок» уже стала доброй традицией. Взаимодействие пионеров и дивизий было всегда. В разных форумах оно было. И обычно мы приходим на территорию дивизии с ребятами 4-5 классов. Это те, кто только недавно вступили в ряды пионерских организаций своих школ и хотят посмотреть накануне 23 февраля, как живут военнослужащие. Раньше, когда было много контрактников, еще в казармы ходили, с солдатами-срочниками общались. Сейчас программа такая более универсальная, я бы сказала. Знакомство детей с Росгвардией продолжилось праздничным концертом и показательным выступлением спецназа. Юным гостям войсковой части удалось увидеть и даже подержать в руках образцы вооружения, примерить на себя бронежилет и противогаз, пообщаться через рации, попробовать армейскую кухню и посидеть за рулем боевой техники. В восторге остались и мальчики, и девочки. Понравилось то, что танцевали здесь, показывали представления, как рукопашный бой, воевали, показывали приемы. Масса впечатлений, много эмоций. Здесь очень интересно и очень доступно объясняют. Уникальную возможность посмотреть на жизнь военнослужащих изнутри Саровская дивизия также предоставляет дошкольникам и студентам. В рамках всероссийской акции «Неделя мужества». Ее реализуют по всей стране под лозунгом «Служу России, служу Росгвардии». Патриотические акции, уроки мужества, военные городки. Это уже стала традицией, заложенной уже многими веками, годами, можно сказать. Поэтому для наших школьников на базе войсковых числях мы хотим показать им наше новейшее вооружение, дух русского оружия, образцы нового вооружения, военной техники, и ознакомить их с бытом военнослужащих, где они проживают, как питаются, показать им, что они умеют делать за время прохождения службы на училище. Одно из главных направлений работы Союза «Сияющие звезды» и российского движения школьников – военно-патриотическое воспитание. Юные гости каждый год готовят подарки для военнослужащих, открытки для солдат, сладкие подарки и поделки, чтобы в преддверии 23 февраля поблагодарить тех, кто стоит на защите нашей Родины. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова